Здравствуйте, друзья! Я зачитаю вопрос у себя в офисе вот сюда, а потом сяду в автомобиль, поеду на работу и буду отвечать. Большой вопрос, так я зачитаю тут. Здравствуйте, Михаил! Пишу вам из Челябинска. Редкие случаи, друзья, когда пишут просто из Челябинска, они говорят, что это суровый Челябинска. Из Челябинска, просто Челябинска. С некоторых пор интересуюсь вопросом иммиграции в США. Поэтому смотрю различных блогеров на YouTube. И, конечно, не мог пройти мимо нашего канала вашего. Просмотрел уже множество ваших роликов. Большое спасибо за информацию, мотивацию, которую вы в них даете. Вопрос возник следующий. В недавнем стриме ваша жена Светлана на вопрос, стоит ли вообще куда-то переезжать из своей страны. Сказала, что, по ее мнению, переезжать стоит только в случае, если в своей стране вы чувствуете, что уже больше не можете. Ну, то есть, если вам там вот совсем не в богату, а иначе не стоит и дергаться. Ну, вы знаете, что я добавлю к тому, что Света сказала. Бывает еще такой, знаете, молодежный авантюризм. И не обязательно молодежный, когда вот просто надо пробовать разные вещи и так далее. Это, может быть, и не связано с тем, что не в богату. Ну, допустим. Но подождите. Вот мне сейчас 45 лет. У меня тут семья, работа, квартиры и все прочее. Молодец. То есть, с бытовой точки зрения, я вполне себе успешен на уровне среднего российского провинциального обывателя. Да, конечно, меня возмущают в России некоторые вещи. Например, отсутствие честных выборов. А кто сказал, что в США они на 100% честные? Ну, может быть, не на 100, конечно. На 99% честные. Там даже с половиной, может быть, так. Да. То есть, идеал, он только там на небесах бывает. Но разница существенная. Или произвол полиции. Хотя меня лично это пока никак не касалось. То есть, фактически, как бы и нет ничего такого, что меня тут прямо сейчас так сильно напрягало бы. Аж кушать не можется. Конечно. Конечно. Вот и получается, со слов уважаемой Светланы, что мне и дергаться не стоит. Но тут уже вы сами должны. Понимаете? Это тут Светлана. Так. Но жить ведь нужно не только сегодняшним днем. Так. Вот начинается интересный разговор. А если подумать о будущем, да, это страшно. Это страшно. Какое у меня вот тут в России есть будущее? Я отлично вижу его, глядя на старшее поколение. Первое. Это пенсия в 200-300 долларов. Возможно, в свете нынешней пенсионной реформы у нас и такой не будет. Второе. Это грядки с картошкой на огороде. Потому что иначе просто не выжат. Третье. Но самое важное, наверное. Средняя продолжительность жизни мужчин у нас в Челябинской области 63 года. Ой. То есть до пенсии я с большой вероятностью просто не доживу. Вот и получается, что если задумываться о будущем, даже если сейчас тут пока вроде бы все нормально, то других вариантов, кроме как куда-то уезжать, просто нет. Причем ехать нужно чем раньше, тем лучше. Ну, собственно, куда ехать тут тоже без вопроса. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. А именно, стоит ли эмигрировать, если пока и тут вроде бы все хорошо. Ну что, друзья, вопрос зачитан. Я бы сказал, что ответ уже в этом вопросе прозвучал. Но мы, конечно, с удовольствием поболтаем на эту тему. Давайте я доберусь до автомобиля и мы продолжим. Ну что, друзья, отвечаю на вопрос. Я не думаю, что у нас долгий будет ответ, потому что сам по себе вопрос уже содержал в себе ответ. И, как я это понимаю, значит, все упирается в то, насколько мы верим. Да, это вопрос веры. Насколько мы верим в то, что и дальше все будет хорошо. Понимаете, он говорит, сейчас все хорошо. Да это замечательно. Это замечательно. Но дальше что? Ну, я не знаю, вот, скажем, до, там, 33-го года, например, 1933-го года, совершенно замечательно жили в Германии евреи. Никто их не трогал. Было там 500 тысяч человек. Надо сказать, что 400 тысяч, видя, что творится, перекочевали из Германии. Ушли. В основном, в основном, во Францию, там, рядышком. Как-то так они вот перебрались во Францию, где их и накрыло потом тоже. Кое-кто уехал совсем далеко. Есть масса примеров. Вот, допустим, там Генри Киссингер был. Большой человек. Значит, вот. И вот его семья уехала в Шанхай, допустим. К чему я рассказываю? А 100 тысяч остались в Германии. Они не могли поверить, что что-то произошло. Они не верили, что до них доберутся. Они не верили, что вот это безумие, которое происходит, все-таки их добьет. Значит, вот 20% остались, 80% уехали. Ну, как могли уехать. Я не хочу таких прямо прямых параллелей. Это параллель только в том смысле, что люди верили, что ничего не будет, но не как-то вот так. Понимаете? Поэтому это вопрос ваших убеждений, вашей веры. Вам комфортно или некомфортно с тем, что будет в будущем? Вы можете что-то предсказать или не можете? Вы думаете, это зависит все от одного человека? Ну, может быть, их там парочка, троечка, да. Вот. Либо это какая-то есть система, которая независима от человека сверху. Независима. Она как-то вот все-таки самостоятельно выживает. Люди меняются, а система нормально стоит. Люди живут, которые внизу. Никто у них не отбирает там собственность, жизнь. Не устраивает войны с соседями там и так далее. Вы как бы... Вы должны сами себя спросить. Мое наблюдение такое, что... Если ты начинаешь думать о том, что с тобой завтра будет, ты практически неминуемо должен оказаться либо в эмиграции, либо спиться. А так вроде все нормально. Ну, вроде бы все нормально. Понимаете? Потом ты начинаешь думать о детях, о внуках, о других людях. И... Экологическая ниша у тебя. Да, вот у вас там какая-то своя такая экологическая такая ниша. Вот вы в ней живете, но... Ниша это не зависит от вас. Если бы вы сказали, я вот так живу, и я решил, что я дальше так буду жить. Но от вас же не зависит. Поэтому... Что тут сказать? Эмиграция делать сложно. Это не то, что вот так купил билет, сел на пароход и, знаете, как на круизном лайнере. Там тебя покормили, развлекли, там пошел спать. Нет. Это напряжение, это стресс. Масса людей есть, которые... И кто крышей поехал, у кого семья развалилась. Вот. Как бы кто-то рассчитывал на то, чего реально не получил. И я даже думаю, что, может быть, не могу оценки давать количественные, я не знаю. Но я не исключаю, что гораздо больше людей не получили того, на что рассчитывали, чем наоборот. Но того, что они получили, намного больше, чем, допустим, то, что они получат, вернувшись обратно на родину. Поэтому они сидят тут. Они ноют, они конючат, им все виноваты. И Америка, и там, не знаю, кто еще. Вот. И они там пришепетывают, значит, там, какой замечательный Путин, там, и как надо всех тут погнать отсюда. Ну, кто мешает им, там, самореализоваться. Там, черные, латинос, там, мусульмане, там, и так далее. Но они обратно не уезжают. Они, они хают, хают, хают эту Америку и не уезжают никуда. Так вот, к чему я говорю. Ожидания. Значит, какие вы имеете себе ожидания, значит, все определяется тем, какую планку вы себе наметили. Если вы наметили относительно низкую, такую вот, то вы будете совершенно прекрасно, так сказать, в ней находиться. Низкую относительно возможностей, так сказать, оценить свои возможности. Вот. Это низкая может быть намного выше, чем у вас сейчас. Ваше замечательное вот это вот, то, что вас все устраивает, это может быть существенно ниже вот этой американской низкой платки. А может и нет. А что за человек, а какая профессия, а насколько у него, так, бойцовские качества, вообще, насколько, насколько он в состоянии, вот, успешно пройти такое испытание. Это испытание. Иммиграция, это испытание. Это не то, что вы-то вот как-то вот так вот физически переместились. Конечно, есть какое-то количество людей незначительное, крайне незначительное в процентном отношении, для которых иммиграция свелась просто к физическому перемещению. Вот представьте себе, там сидит какой-нибудь программист, в какой-нибудь программарне, ну, там, я не знаю где, в Минске, Киеве, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Челябинске, суровом. Вот, и в этой программарне он работает там на какого-то американского клиента, документация у них по-английски, митинги у них по-английски, вот, ну, и если что, цены у него челябинские суровые, и так, все такое, но он там еще и хорошо получает, в отличие от вас, он еще такие деньги получает, чтоб просто, ну, понимаете, вот, то есть у него в 10 раз больше вопрос возникает, а нужно ли что-то менять. Знаете, он еще и получает стоящные американские зарплаты. И вот этот человек перемещается телом в Соединенные Штаты, там, по рабочей визе, или там, как грин-карту выиграю, потеряю. И он продолжает работать, ну, не в той же, может быть, компании, ну, ничем не отличающейся от нее, на том же самом английском языке. Единственное, что вот он, ну, вот так вот едет по другой местности, вот и все. Конечно, такие люди есть. Но вот это ограничено, крайне небольшим таким процентом людей, принадлежащих той или иной профессиональной группе. Я не думаю, что это исключительно там программисты. Хотя программисты довольно массовая группа по сравнению, скажем, там, с физиками, ядерщиками, которые, может быть, тоже так же легко у них все получается, но просто их очень мало, там, единицы. или, может быть, там, не знаю, там, тренеры какой-то международного класса. Так вот, все определяется поставленной планкой. Если вы задерете эту планку высоко, если вы будете смотреть на других людей, я вам пример приведу. рассказывал наш товарищ, который здесь с 82-го года. Представьте себе, вот он в 82-м году приехал, ну, и так довольно быстро, так сказать, раскрутился, зарабатывает там бизнес свой, все дела. Ну, и они поначалу с женой работали инженерами, что неплохо, на самом деле, с точки зрения заработка. И так через год купили дом первый сегодня. И вот этот наш общий знакомый, он приезжает, это уже год, ну, не 82-й, а что-нибудь там, 88-й, через 6 лет приезжает. А тут он, значит, в Москве, он занимался какими-то дешевтами, ну, такими примитивными, не интеллектуальными. Ну, например, вот он там на станции техобслуживания, его как-то там за взятки оформляли учеником, потом снова учеником, потом снова учеником, у ученика нет плана. А он занимался там, знаете, чем шины восстанавливали. Есть слово, я просто его не помню. Наваривали на поверхность шин. У него там не было плана, поэтому он как-то так, значит, там лишнее, какое-то лишнее бабло. Он еще и вовремя ушел, потому что всех посадили, а он, оказывается, ушел. Ну, в общем, вот такого плана. И у него с собой было там чуть ли не тысяч 10 долларов по тем временам жуткие деньги, когда он сюда приехал. Вот. Ну, и он такой хозяин жизни, можно сказать, такой. И он спрашивает этого, который уже в Америке, который все нормально, он говорит, ну, и через сколько ты купил дом? А он у него заночевал там, на несколько дней жил пока, снял квартиру. И говорит, и вот, через сколько ты купил себе этот дом? Тот говорит, ну, говорит, через год. А этот ему говорит, ну, значит, я через полгода должен. Понимаете? Вот. Если вы этим путем пойдете, то вас ждет глубокое разочарование. И вот этот товарищ, кстати, который через полгода так и не купил, конечно, ничего, он так в Москве и живет сейчас. Они тут гражданство получили и все дела, но уже уехали тут. Так все произошло. Как не прижились, не прижились. Значит, причем, хотя были намного вас моложе в тот момент, может быть, было там по 30-ти. Чуть-чуть, может быть, 31-32, вот такого возраста. И не прижились. Поэтому от планки все зависит. Какую планку поставите сами себе, вот так так все и пойдет. Вы можете потом повышать, вы сразу высокую не ставьте. Но в чем я со Светой соглашусь? Это сложное решение. Это сложное решение. И в нем, если вы хотите, чтобы ваша эмиграция была успешной, вы должны, вот как в браке, знаете, как в семье успешной, которая так вот никогда люди не разводились, хотя бывало, что и не всегда соглашались по разным вопросам, но изначально должно быть решение о том, что это окончательно, это навсегда. Вот ты женишься, и это один раз. Ты едешь в эмиграцию, и ты едешь в эмиграцию. Ты не на заработки, не на шабашку, ничего, ты эмигрируешь. Когда вы себе скажете, я поехал, и обратного хода у меня нет, вы ментально настроитесь на какие-то успешные действия, ведущие к результату. Если вы будете ходить с тем, что, а может быть, я зря, а может быть, вернуться, а может еще что-то, это то же самое, как с браком. Ровным счетом то же самое. Если вы оставляете какую-то возможность, обязательно будут обстоятельства, в которых эта возможность реализуется. Вот так так бы я сказал. То есть, можно, можно поехать. 45 лет, совершенно незапредельный возраст. Ну, совершенно незапредельный. Но просто вы должны соответствовать той задаче, которую вы решаете. Вот, собственно, и все. Я сегодня не очень склонен говорить бросай все, поезжай, там, в общем, хуже не будет и так далее. И так далее. Почему? Потому что, ну, вот я бы так, раньше бы я так и сказал. Но сейчас я насмотрелся на разных людей, я могу сказать, что это у вас там сидит, это не у меня. Я не могу вам сказать бросай, езжай, или оставайся и не рыбайся. Только вы можете сказать. Только вы. Никто не скажет вам со стороны. Со стороны вам говорят, это сложный путь. Вам, скорее всего, не будет легко. Вот. Особенно вот это ощущение, если мне и так хорошо, куда же я еду. И вот этот вот туда-сюда, вот этот маятник, понимаете, он хуже не бывает. Гораздо легче эмигрируют людям, у которых вот так. Вот он уже поехал, все, он забыл. Он отрезал. Мы так уезжали. Мы отрезали, и все, с концами. Вот. А сейчас, видите, время другое, поэтому думайте. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова